Так, мы в саду железовых. Очередное дерево. Внимание! Смотрим. Показать, о чем и пойдет речь, что это не болтовня. Вот это урожай, но дерево очень большое. Ему, правда, всего лет 15-18. Ну, вы вообще поняли. Когда все упадет, это будет ведер немного в этом году, 10-13. Почему я сел в ногах, правда нет, есть о чем поговорить, глядя вот на эти абрикосы. Так, значит так, первая присказка. Я лет 12 назад на международной конференции обращается ко мне строго одна из работниц, так называемого Дома науки или Дворец науки, уже забыл. Там проходила конференция. Привезли? Я говорю, что? Ну, что-нибудь привез. Что будем писать? Я говорю, абрикосы. Так, персиковые, так пишет, вот, Красноярский край, Железов, поселок Красный Хутор, Шушенский район. Написала, где абрикосы, достаю несколько литров, вставит в эту, в вазу и на видное место. Смотрю, больше никаких нет. Потом приезжает, приходит Байкалов, хоть он меня терпеть не мог, но тут почему-то мы обнялись. Клянусь Богом, так было. Значит, обнялись, он достает абрикосы, рядом дальше идет, кажется, восточно-сибирский, а может быть, Красавчик, не помню. Сорт из его знаменитых, тоже несколько литров, вазочку, вот, пишет Хакасия, Байкалов, Иван Леонтьевич. Все, больше никто не привез. Сказали бы, никто и не просил, нет, понавезли много черешин и вишен, это значит, что 200 организаций больше абрикосы не привезли. Делайте выводы, где их абрикосы. Вот, присказка за номером 2. Значит, сейчас я ее уже успел забыть, тогда перейдем непосредственно к этим абрикосам. А, вспомнил. Значит, вспомнил, вспомнил. Значит, якобы сибирский питомник, название области нет, забыли написать, написали город Энгельс. Теперь вся страна, садоводская, знает, что город Энгельс находится в Сибири. Вот, хотя в Сибири города Энгельса нет. Вот, ловкость рук. И выбрано около сотни, а может больше сотни самых ярких фотографий мировых этих лидеров. То есть, абрикосы, персики, шелковицы, черешни. Все, что только можно. И везде ярчайшие фотографии якобы в Сибири. Вот, представляете, сколько людей обмануты. Теперь берем реальный Сибирь. Вот он, Шушенский район. Присказки закончились. Значит, я не знаю, мне такое смотрю. Тут, оказывается, ничего не видно. Может, я не так сел. Вот. Дело в чем. Вы знаете, это сын Манджурса номер 4. Помните, каждый год в каталоге он есть. Почему он каждый год есть в каталоге? Потому что он каждый год плодоносит. Я перешел на другое место. Вот теперь тут, смотрите, есть абрикосы или нет. Сейчас, вот, если их потрясти, сейчас приедут гости, и эти абрикосы будут собраны. Они обладают уникальным качеством. Они твердые. А значит, легкие. Косочка вот так отделяется, смотрите. Вот таким вот образом. Так. Это значит, что он немножечко твердоват. А значит, соки, компот и варенье с него будут уникальны. Лучше, чем даже с моих роскошных. Роскошные я показывал накануне. Урожайность. Позапрошлый день я делал фильм. Видели? Ведро на ваших глазах собрала Юлия Сергеевна Мельникова, моя помощница. Вчера я собрал ведро. Теперь вот сейчас здесь лежит примерно ведро. Гости приедут, увезут в Верховскую область. И еще одно дерево. Жаль, что они уезжают. Нет, я попробую потрясти, чтобы еще пару ведер. Вот это вот почему. Уже этого хватит на всю зиму. Одного дерева. Но оно перекрестно опыляемое, поэтому рядом еще есть абрикосы. Так вот, их надо все-таки несколько держать. Так вот, забудем про ту страшную роскошь. Помните мои эти фотографии с самыми крупными абрикосами, 120 грамм, которые они присвоили? Я не называю их название. Уже несколько раз называл. Наживают только людей, которые скрипят зубами, когда узнают о том, что их разоблачили. Вот. Что от них, кроме этого? Непр из них можно ждать. Итак. Итак. Лучше иметь вот эти косточки из них. Это корнесобственное дерево. Вот оно, видите? Корни собственные, непривитые. Вот скромные плоды. Но изобилие. Этот год слабоватый. Ну, тут ведер 10, дай бог, наберется. Но не больше. А позапрошлый год было ведер 20. Вот такие у него пределы. 10, 20, 10, 20. Вот. Ну, согласитесь, что для нормальной семьи уже этого достаточно. Значит, что еще хочу сказать. Крупноплодные. Есть места, такие места в Сибири. Это, как правило, реки ниже, ниже, ниже. Ниже плотин. Они не замерзают. Это гиганты наши, гиганты. Их несколько. Вдоль них сотни тысяч дач. Пожалуйста, сотни тысяч таких деревьев может быть. Почему нет? А потому что руки опустили. Потому что выращивать не умеют. Пересаживать не умеют. Если купят, то погубят обязательно. Много глупостей придумано людьми, которым нужно было обязательно. Ставьте лайки, а я вас научу. И учат. Это инструкции по уничтожению деревьев, получается. Вот поэтому их и нету. Значит, покупаете косточки вот этих вот. И это уже гарантированно. Почему? Каждый год. Не самая холодная Сибирь. Но каждый год. Доказано? Или нет? Вот такие дела. Сейчас я, наверное, закончу. А, я тут еще отключался, потому что не было достаточно зарядки. Вот. Не было достаточно зарядки. Ладно. Что нас дальше ждет? Почему у меня много в этом году будет абрикос, причем в садом скромных? Их можно назвать плебеями. Их ничего, сам черт не берет. Вот на этом дереве практически не видно. Мелкие, зеленые. Уже на мой опытный взгляд будет примерно вот так вот, таких веточек сотни, будет примерно ветер 20, самое малое. Самое малое. Дерево огромное. Вот. Идем дальше. Есть деревья достаточно молодые. Вот начало плодоношения. Посмотрим. Скотчик где-то ждал 5 лет. Вот. Ну, середнячок. Да. Вот это дерево. Оно заканчивает плодоношения. Видите, вот они. Сами отваливаются. Вот. Но чисто сладкое. В этом году, я считаю, что причина именно в страшной жаре. Кислых вообще нет. А это еще ждет. Уже когда не будет абрикосов, я его назвал поздний. Вот. У него будет, нет номера. У меня же номерные. В основном продают только номерные. Хотя у них больше. Они номерные котчики. Просто остаются, никому не нужны. Вот. Или делаю ассорти. У кого-то они есть. Так что, вот это имейте ввиду. Вот. Пусть этот год не самый обильный. Вот с Украины абрикос. Персиковый, но разочаровал. Уже вижу, что будет мелкий. Уже скоро, уже желтеет. Скоро созревание. Все те же 20 грамм. Разочаровал. Хотя для кого-то это федевр. Вот. Ну, я про это тоже рассказывал. Рассказывал. Вот. Укрупноплодных вырожайность, к сожалению, редкая. Про этот я вам уже. Уши намазолил. Про эти абрикосы. Вот последние лежат. Эти 70-80 грамм. Мичуринский. Вот. Некоторые уже полностью упали. Некоторые созревают. Ну, а дальше то, что я рассказывал, повторяться не буду. Еще один. Причем на разных ветках разные плоды. Почему? Потому что это моя любимая химера. Видите? Вот она. Вот она. Совершенно разные плоды. Интересно. Мне интересно. Еще одна химера. Видите? Все забываю. Надо срочно подставку. Вот эта ветка может отломиться. Сейчас закончу и буду эту ветку... Буду подставку подставлять под нее. Вот. Ну и там у меня этих абрикосов еще добрых. Три десятка. Все, наверное, сейчас закончится заветка. Все уже моргает. Еще раз. Ну, давайте пока не закончим. Все-таки выводы подведем. Вместо той роскоши, которая у вас закончится мертвыми деревьями. Причем даже не начнется. Вот. Я вам предлагаю выращивать. Причем гарантированно. Прекрасная схожесть. Простейшие технологии. Я вам предлагаю выращивать сыновей манджурского абрикоса. Это шедевры, потому что каждый из них крупнее, чем мама. Плод. Каждый плод слаще, чем мама. Вот так вот бывает. Ни одного исключения. ладно раз не хочется включаться нет наверное это будет следующий фильм одной сенсации вот она я вас интригую и подходим к одной сенсации вначале покажу самые яркие самые необыкновенные выдающиеся сыновья манджурца поверьте для манджурца это чудо это сказка этого не может быть никогда причем я вам докажу но в следующем фильме посмотрели